Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Музыки имени Гнесиных и Московского государственного института музыки имени Шнитке Юрий Александрович Розум. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Спасибо, что вы все не стали дальше перечислять, потому что там список очень большой. А у нас всего 60 минут на программу, Юрий Александрович. Прекрасно, да-да-да. На этом тогда остановимся, потому что там еще другие профессорства и другие вице-президентства. Я думаю, что это достаточно. Возникает вопрос, как вы все успеваете? Сам не знаю. Иногда мне кажется, что не я управляю своим графиком, а он мной. И я иногда бегу за телегой своей жизни и не всегда успеваю в нее впрыгнуть. Слушайте, ну, по-моему, вы много всего успеваете. Достаточно просто зайти на ваш сайт и посмотреть, сколько всего вы сделали за эти 65. Ну, слушайте, блистательно. Мы вами не устаем восторгаться вашей энергией. Спасибо, спасибо. Ну, такая профессия, она, с одной стороны, забирает энергию, с другой стороны, она ее дарит. И возвращается намного больше, чем ты отдаешь. Вот сегодня, Юрий Александрович, не поверю, что вы сегодня пришли только сюда в первый раз. То есть, ну, я к тому, что где-то сегодня вы уже бывали. Я выступал на форуме предпринимателей, Союза российских предпринимателей. Это было личное приглашение Оксана Николаевича Шохина. У них состоялся большой конкурс. Лучший предприниматель года. Вот. И уступал я. Бегом к вам. Потому что Тверская перегорожена. Какое-то в верхах опять событие. А я, как житель Тверской улицы, постоянно подпадаю под эти великие события. И чудом к вам добежал. Надо говорить, я в курсе этих событий. Ну, да. Наблюдая их просто непосредственно из своего окна. Да. И некогда даже было переодеться. Хотя, находясь в этой пробке, если бы со мной был мой нормальный костюм, я бы, конечно, в машине бы это сделал. Ну, вот так лучше. Спасибо за этот прекрасный костюм. Не подумайте, что я такой пафосный человек в жизни. Я как раз люблю абсолютно вот такое. Вы демократичный, кстати. Абсолютно, да. Слушайте, а у вас много дат красивых? 65 лет со дня рождения. Увы. 45 лет творческой деятельности. И 15 лет Международному благотворительному фонду Юрия Розума. Правда. Еще там между ними есть одна дата. 25 лет вообще благотворительной деятельности. Потому что так уж получилось. 25 лет назад произошло трагическое событие в моей жизни. Сгорел мой дом загородный, где я жил. И после этого были гастроли, которые меня немножечко вернули к жизни. И они проходили на Урале, как раз там, где сгорело несколько домов. В том числе дом престарелых. И я решил весь свой гонорар перечислить тогда по горельцам. И с этого, считаю, начало своей благотворительной деятельности, благотворительной жизни, которая потом уже сформировалась, оформилась в направлении помощи, прежде всего, одаренным детям нашей страны. Юрий Александрович, 45 лет назад. Есть информация, что вы не особенно хотели стать замечательным пианистом. А хотели стать писателем. Ну, это закончилось 60 лет назад, это желание. Меня действительно не увлекали занятия музыкой. Очень многое же зависит от педагога. Это при том, что вы из прекрасной музыкальной семьи. Из музыкальной семьи. Я очень любил петь. Потому что отец, народный артист РССР, Александр Розун. Баритон. Блестящий, замечательный баритон, фантастический голос. Мама, руководитель, главный хормейстер со временем народного хора, Гостелерадио. Это был очень крутой хор. Давайте скажем, что она принимала на работу Людмилу Цыкину. Да, как раз она была еще аспиранткой консерватории. Класса Клауди Борисовича Птицы, замечательного нашего, легендарного, я бы сказал, хормейстера. И Цыкина пришла пробоваться к ней в хор, и мама ее взяла. А потом мама как раз через некоторое количество лет настояла на том, чтобы Цыкина ушла из хора. Потому что она просто чувствовала, что это гениальный совершенно случай. Талант невероятный. Что хор ее тормозит. И она ее уговорила уйти, взять баянистов и пойти своим путем. Что и получилось. Так вот, я очень любил петь. Но я пел все между нот. Все песни, все романсы на двух-трех тонах. Как это отражалось на лице мамы, когда она слушала? Катастрофически. Это была всемирная печаль. Она понимала, что в семье музыкантов, а у мамы абсолютный слух, родился ребенок практически тугоухий. То есть я просто ничего не слышал. Она считала. На самом деле, случайно, концертмейстер ее класса обнаружила во мне абсолютный слух. Причем очень тонкий. Когда я поступал в ЦМШ, два педагога в четыре руки, в двадцать пальцев. Хаотично нажимали аккорды. Издевались, так скажем. Издевались. Я каждую ноту называл. Сейчас у меня уже не такой тонкий слух, как тогда, но тем не менее. Просто у меня никогда не было и сейчас нету координации между голосом и слухом. Поэтому я не слышал, что я там пою. Какие это ноты издавал. И я не хотел тогда учиться. Когда меня отдали, все-таки обнаружив этот абсолютный слух, отдали проходить обучение в подготовительном классе музыкальной гнесинской школы, учительница была формально профессионально, но не вдохновляющая. Она, может быть, для кого-то была хороша, а для меня нет. И я не любил заниматься. Начал писать роман. Но потом встреча с Антонилом Артаболевской, гениальной совершенно, учительницей детской, она остановила во мне творческий процесс в сторону литературы и передвинула. А вы же и стихи еще писали, по-моему. Да, но это немножко позже. Я писал стихи ужасные. Я сейчас могу стыдиться этих стихов. Но любовь к поэзии у меня сохранилась на всю жизнь. Я на сцену не выхожу без того, чтобы прочитать некоторые стихотворения Пушкина, Пастернака, Тютчева, которые как камертон настраивают души. А важно, что читать перед тем, что играть? Ну, конечно. Не станешь читать то, что тебя как-то расстраивает, бередит. Наоборот, ты должен собраться, ты должен вдохновиться, ты должен войти в какой-то определенный ритм. Перед Шопеном, например, что надо читать? Ну, неважно, что перед чем, но это мой личный такой комплекс стихотворений, которые я никогда не обнародую. Только скажу, что это Пушкин, это Пастернак, это Блок. Ну, пожалуй, хватит. Иногда Тютчев. Есть некоторые стихи, которые, ну, типа Кмузи, да, Блока, которые действительно тебя настраивают на творчество. Да, или у Пастернака, ну, возьмите, прощай, размах крыла расправленный, полета, вольное упорство и образ мира в слове явленный, в данном случае в звуке явленный. И творчество, и чудотворство. Вот как после этих слов выйти расхлябанным? Только одухотворенным, да. Ну, только вот полететь с расправленным кровом. У нас пока в эфире нет песен на стихи Бориса Леонидовича, но есть песни с музыкой и стихами команды «Руки вверх» Сергея Жукова. Сейчас мы сделаем паузу, а потом вернемся к разговору. Давайте поднимем руки вверх, они нам нужны. Будьте в компании «Страна-ФМ», друзья. Скоро вернемся. Друзья, Юрий Розум в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Мы поговорили уже и продолжаем говорить о том, как все начиналось у вас, как вы подружились с музыкой, как вы не стали... Как я не стал музыкантом, то есть писателем и поэтом. Да. Но вы, кстати, скажите, пожалуйста, у вас же был такой период, когда вы увлекались запрещенными писателями, когда вы читали Солженицына, и это не приветствовалось тогда. Да не только не приветствовало, это сломало меня всю карьеру. Ну, вы знаете, я никогда не любил ходить с троем. Хотя... Родители коммунистов. Ну, родители коммунистов, да, да, да. Хотя потом на службе в армии, на срочной, пришлось ходить с троем. В оркестры. Да. Ну, это дело... Вопрос присяги. Конечно, дисциплина там, да. А в жизни, в нормальной, мне всегда интересовал... Мне всегда был интересен другой взгляд, взгляд с другой стороны. Поэтому становилось тесно в рамках исторического материализма, диалектического материализма. Где-то с 12-13 лет меня интересовали вопросы устройства мира, философии, души. И я понимал, что вот марксистское учение мне не даёт вот этой глубины, которые я в себе и в других ощущал. Стал искать, познакомился с йогой поначалу. Потом через йогу пришёл к православию. А через православие и религиозную философию вышел на философские труды русских, наших великих и писателей, и поэтов, и философов. А оттуда уже закономерно пришёл и к Солженицыну, и к изданиям «Континента». Вот этот журнал, помните, знаменитый, и издательство «Посев», и всё прочее, прочее. Мне было очень интересно. Я проходил историю России и на лекциях с точки зрения истории партии, и по книгам Солженицына, по архипелагу я его читал от корки до корки. Сложно ли было тогда найти это всё? Да, сложно, конечно, но как-то удавалось, потому что наш мир, в общем, он постоянно был связан с чьими-то, не с моими, с чьими-то поездками за рубеж. Как-то умудрялись люди привозить это. Потом очень много самоздата было. И я ночами читал, и я слушал через эти самые... Через глуши... Вражеские голоса. Глушения, да, вражеские. Иногда они прорывались, радио «Свобода» и прочее. Вот, то есть мне это было интересно. И мне интересно было быть независимым от системы. И мне казалось, что, ну, как, в общем, неплохому пианисту, во всяком случае, я поступил в консерваторию первым номером, что мне многое позволено больше, чем другим. На самом деле, это было, конечно, наивно. И это, наверное, можно было делать, но не декларировать. А я еще это так вот открыто заявлял. Ну, с его возраста, конечно. Да, 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 что вот, ну как, ну, посмотрите, ну, это же очевидно. Ну, это, а как интересно, вот с этой точки зрения посмотреть. И так далее. И в итоге все это копилось, где-то собиралось в досье. Досье, папочкой, да. Да, и когда я уже прошел на третьем курсе на международный конкурс королевы Елизаветы в Брюсселе, как мне сказал ректор консерватории позже, в последней капле было еще анонимное письмо, что Розум собирается остаться. Этого никогда не было. Я считался с Женицыной. Я ездил исповедоваться в Лавру каждую неделю к знаменитым тогда отцу Кириллу, отцу Науму. И я читал все эти книги. Да, все правда. Но я никогда не хотел уезжать из России. Ну, видимо, просто до этого же были люди, которые остались, может быть, боялись. КГБ боялось, что с такими взглядами мне нечего делать в стране коммунистической. Они как-то для себя не представляли, что кроме вот этой системы надстроечной, коммунистической, которая мне была неприятна, скажем, хотя сейчас я со стороны понимаю, что в ней тоже было очень много хорошего. Все-таки сама земля русская, она главнее, чем все эти надстройки. И вот когда ты чувствуешь себя с этой землей связанным, и выросшим из нее, и питающимся из нее, тебе даже в голову не может прийти. А если и приходит, то ты понимаешь, что это беспочвенно уехать отсюда. Тем более, что в те годы эмиграции означало полное прекращение отношений с друзьями, с родителями, конечно. И у них проблемы совершенно. То есть жизнь рушилась. Ну, как я мог это сделать? Но со мной даже никто же не разговаривал, никто ничего не спросил, никто бы и не поверил. Я просто сделал невыездным. И все. До 91-го года, по-моему, что-то такое. Ну, вы знаете, после армии, вот советская армия за меня поручилась. Они как раз разглядели во мне русского человека с глубинными корнями. Настоящего патриота, да. Да, абсолютно. Вот не пафосного, не ура-патриотизм, а действительно любовь к стране, к своему народу, к своим близким. И они поручились перед органами за мое возвращение, что Юрий Розен поедет и вернется. Консерватория не поручилась тогда. Слабонули. Слабонули, да. Ну, да, они как-то ко мне все-таки относились с опаской. А эти поручились ребята, за что я им, конечно, безумно благодарен. И я стал ездить на конкурсы. И получив много лауреатских титулов и невероятное количество контрактов и предложений, которые я все-таки не смог выполнить, потому что на конкурс меня выпускали, ты там под присмотром ходишь, а на свободные гастроли нет. Вот. Я несколько раз выехал. Я стал лауреатом международных конкурсов. Меня взяли в областную филармонию. Мне дали титул. Я был самым молодым пианистом с созванием заслуженный артист РСФСР в те годы. Но без широкой вот этой гастрольной деятельности. Московская областная филармония мне давала второстепенные, третьесортные залы, профилактории, детские школы, детские сады и соцлагерь. Одна-две поездки в соцлагерь. И с Михаилом Сергеевичем, с его приходом, с открытием границ, я получил выезд, уже возможность выезжать в те страны, в которые меня ранее приглашали, но прошло очень много лет, обо мне уже эти менеджеры забыли. Мне надо было начинать опять все сначала, с нуля. Поэтому путь был долгим. Спасибо вам, что вы правильных были тогда в молодости убеждений. История показала, что вы были действительно на правильных позициях. Ну и я никогда не сделал таких неприятных шагов, как сделка с совестью и не вступил в Коммунистическую партию, хотя многие, и мои родители, и мой педагог, мне говорили, дай заявление, к тебе сразу изменится отношение, ты начнешь ездить по миру. Нет, этого делать нельзя было. Потерять совесть, соврать, с тем, чтобы начать играть, это был не мой путь. Это до сих пор не мой путь. Я ни в какую партию не вступаю. Принципиально. Дорогие друзья, мы сейчас пойдем немножко музыкальным путем. Хотя нет, сделаем паузу, после которой продолжим общаться. Будьте в компании Страна.ФМ. Лучшее в стране на телерадиоканале Страна.ФМ. Дамы и господа, Юрий Розум, народный артист России, в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Мы говорим о ваших важных датах, 65 лет, и к этому событию приурочена серия концертов. Да, это большой юбилейный фестиваль. Он уже по планете шествует 22 февраля. Семи миллионными шагами, да. Да, да. Кстати, в один день Шопеном-то вы родились. Да. Отпочется, вот. Но это же еще было предвосхищено моим дедом, когда он влюбился в бабку, играющую шопеновскую программу. Она была юной концертирующей пианисткой. И он услышал ее в Туле. Он сам родом из-под Тулы был, из семьи священника, но обожал музыку всю свою жизнь. И услышал Шопена в ее исполнении. На семинорном бальсе он себе сказал, я на этой девице женюсь. И таки женился. Ну, расскажите, как? Там же небезогнестрельное оружие. Она была уже замужем, у нее был маленький сын. Несмотря на ее юность, она очень рано стала, так сказать, и творческой, и семейно активной. И он стал за ней ухаживать, дед, интенсивно. Он был хорош собой и очень настойчив. Он был очень волевой человек. И в итоге возник Роман. И он берет свой табельный револьвер, у него была офицерская должность, едет в Тверскую губернию, находит мужа, кладет револьвер на стол, говорит, здесь две пули. Одна будет моя, одна будет ваша, если вы не дадите Кате развод. Я без Катерины жить не могу, не смогу и вообще не мыслю себя без нее, но вам ее не оставлю. Поэтому сначала я застрелю вас, потом себя. Это слово офицер. Ну, тот сказал, давайте мирно решим, у меня туберкулез, у меня нет будущего семейного, поэтому будьте счастливы, воспитайте моего ребенка. И дед его действительно воспитал. Так что все началось с семинарного вальса Шопена, а потом я появился через поколение в день рождения Шопена. Итак, вы появились, у вас сейчас концерты, у нас есть, дорогой Юлия Александрович, возможность посмотреть один из фрагментов. Давайте сейчас его посмотрим и потом прокомментируйте. Давайте. давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На нем мы заявили о том, что стипендиатом фонда, наверное, впервые в истории благотворительных музыкальных фондов, становится не единственная персона, а целый оркестр. 90 человек. Это юношеский оркестр Института имени Шнитке. Замечательные ребята, очень музыкальные, подвижные, очень эмоциональные. И вот на этом концерте было заявлено это, и мы своей программой утвердили этот выход в стипендиаты. Фонду 15 лет. Как там дела? Расскажите. Дела процветают. Вы знаете, уже одно то обстоятельство, что теперь этих фондов 4, говорит об успехе вообще этого направления и правильности выбранного пути. После московского фонда 5 годами позже возник фонд на Камчатке. Он так и называется. Благотворительный фонд Юрия Розума на Дальнем Востоке. Потом возник фонд Белоруссии и странах СНГ с головным офисом в Минске. И вот последний фонд появился в Крыму, в Севастополе. Во всех есть много достаточно программ, направленных на сохранение, на поддержание нашей культуры. Но прежде всего это помощь, всесторонняя помощь одаренным детям. То есть это финансовая поддержка в качестве ежемесячных стипендий. Ну и преподавателей, конечно, которые... Естественно, мы курируем этих ребят, мы смотрим, как они растут. Если есть какие-то... Мы чувствуем какой-то неправильный крен. Всякое бывает. Мы стараемся, так сказать, правильно сориентировать этих педагогов, этих ребят, родителей. На то, на что надо обратить внимание и чего надо избежать. Потом у нас творческая помощь, конечно. Мы помогаем им поехать на мастер-классы, на международные конкурсы, где-то подготовить, где-то тоже скорректировать. Вообще протянуть руку, потому что одаренный ребенок это вообще... Это подарки ответственности, конечно. В том-то и дело, что это еще океан проблем, это особая зона ранимости. Каждая небольшая неудача может стать жизненной катастрофой. Не дай бог. А надо объяснить им, что эта неудача, это хорошо, это закономерность. Это та нижняя точка, с которой ты будешь, отталкиваясь, взлетать к небу и к вершинам. Вот очень много этих обстоятельств. И, конечно, объяснить ребятам, что их дар это не просто тот подарок, который они могут запихнуть куда-нибудь под подушку. Или, как говорил по притче Христовой, таланты. Один зарыл в землю, другой протранжирил, а третий пустил в дело. Вот что надо. Не зарывать свой талант и не промотать его, а сделать так, чтобы этот талант изменил мир. Это высокая миссия, это высокая ответственность. Вот этому я их постоянно учу. В интернете все подробности, друзья, о фонде можно найти, можно связаться, если какие-то вопросы. Да, и у нас сейчас начинаются отборы. На следующий учебный год мы каждый год прослушиваем. У нас несколько комиссий по профессиональной направленности. Струнники, пианисты, вокалисты, народники. По всем этим направлениям мы устраиваем прослушивание и отбираем определенное количество стипендиатов. И потом целый год их поддерживаем. Мы сейчас посмотрим еще. Значит, Юрий Розум играет в «Щелкове щелкунчика». Да, это было в конце. Другое, 9 мая, рассказывает режиссер. Давайте посмотрим. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, это телерадиоканал Страна ФМ. Народный артист России Юрий Розум у нас в гостях. Мы посмотрели очередные фрагменты выступления. Это был концерт на День Победы в Берлинском русском доме. И я там играл немецко-русскую программу. Бетховен, Чайковский, Рахманина. Есть ли композитор, может быть, группа композиторов, которая для вас любимая? Ну, Шопен мы уже определили. Конечно. Без него никуда. Без него бы ничего не состояло. Вообще, романтики — это... Вообще, мой стиль жизни — это мой характер. Я не классик по натуре. Несмотря на то, что в русле, в общем русле классической музыки, да. Но, тем не менее, самые любимые композиторы и писатели, и поэты — все-таки романтики. И после Шопена, наверное, Чайковский, конечно, Рахманинов, Лист, Шуман, Шуберт. Ну, все выдающиеся имена, которые оставили свой след, вот именно в этом эмоциональном музицировании, еще кроме этого, именно романтики открыли фортепиано по-новому. И так как рояль звучит, и как симфонический оркестр, и как человеческий голос, как он звучит у романтиков, он не звучит ни в одном другом музыкальном направлении. И в современной музыке, не в доромантической, в классике, и там у прежних доклассических музыкантов. Вот все богатство фортепиано-красок было раскрыто именно вот этими великими именами, которые очень часто были еще и великими пианистами. И Шопен, и Лист, и Рахманинов, конечно. Юрий Александрович, вот как вы считаете, сейчас в современном мире музыки что-то создается классическое и интересное? Потому что, ну, у нас, например, мы все-таки больше играем популярную отечественную музыку, а в классическое вы гораздо ближе. Там что-то сейчас такое вот большое, какие-то большие классические формы создаются? Ну, конечно, создаются. Но еще не время... Высокого уровня такого. Не время, конечно... Есть, да? Не время сейчас их оценивать правильно, потому что история очень быстро развивается, и мы слышим по-другому. И как наши дети и внуки оценят современных наших же композиторов, мы не знаем, не представляем. Может быть, то, что сейчас кажется странным, непривычным, для них будет новым Моцартом. Возможно. Для меня несколько имен в нашей музыке, таких, как Алексей Рыбников, как Артемьев, как западный композитор Горецкий, например, для меня они привлекательны тем, что они абсолютно современные, и в то же время у них есть мелодия, у них есть гармония. Я не представляю себе музыку без мелодии. Поэтому и в легкой музыке, или там, если говорить о такой... Я не знаю, как ее назвать правильно. Рок нельзя назвать легкой музыкой, да? Тем более, что он не бывает тяжелым. Вот. Когда в нем только ритм и вот это вот биение по голове, для меня это не является музыкой, это какой-то шум. А когда там есть мелодия, возьмите там каких-то, скажем, Deep Purple, или Pink Floyd, или предшественников Beatles, да? Да-да. Какая мелодия потрясающая, какая гармония. В музыке я хочу гармонии и мелодии. Мне хватает диссонансов и отсутствия мелодии в жизни. Я хочу в музыке эту гармонию восполнять. Слушайте, ну вот был же, например, Арно Бабаджанин, Арно Руденович Великий, который... Великий. И опера у него, в смысле классическая музыка была, и эстрада у него все получалось филигранно. Да. Вот это... Мы надеемся, что будут новые композиторы. Ну вот тот же Алексей Рыбников. Да-да-да-да. У него есть серьезнейшие произведения, и Кончата Гросса, и Симфонии. Но какая мелодика в его песнях, в его мюзиклах. Красиво очень. Ну, просто замечательно. И я считаю, что, вот скажем, советская песенная классика, которую исполнял мой отец, это тоже абсолютно классический уровень. А то, что делала Людмила Георгензыкина, ну что, сказать, что она... Из-за того, что она была певица народного стиля, что она меньше, чем, скажем, та же Ирина Архипова или Галина Вишневская. Да нет, это вот тот же высочайший уровень, высочайший класс. И это то, что влияло на нашу жизнь. Делало, строило на нашу жизнь. И продолжает влиять. И продолжает. К счастью. У нас сейчас следующий видеофайл, друзья. Смотрим, слушаем. Щелкунчик. Смотрим. Играет музыка 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 Под Челябинском Где есть замечательный городок Садка Там школа носит мое имя И мы очень близко сотрудничаем с ними Вот И это будет кульминационная точка Это будет такой большой концерт Поздравления что ли Во всяком случае первое отделение Это мои звездные друзья Со всего света съедутся там И из Ласкалу приедет знаменитый тенор И из Лондона приедет знаменитый юный Но очень такой яркий пианист Стивен Ридли Который представляет джаз-рок на фортепиано И у нас с ним будет такой батл И у нас с ним будет такой батл Я с его шопеном А он меня с своим Классический батл друзья 29 мая в Зарядье Будет Таня Аглатова из Большого театра Будет Леша Архиповский Фантастический балалайшник Будет Сережа Жилин Сергей Сергеевич как мы о нем говорим Ну как вы говорите Не знаю А вот для меня он Сережа Мы с ним сто лет дружим И он будет играть с моей юной стипендиаткой Которая играет и джаз и классику Будет Гедемина Сторанда С его имперским балетом И в общем Боря Грачевский придет поздравить В общем это будет отделение поздравлений А во втором отделении С оркестром российской армии Я сыграю концерт Чайковского первый Дирижировать будет Василий Валитов Художественный руководитель оркестра Сергей Дурыгин И потом наш наверное лучший академический хор Мастера хорового искусства Под руководством Льва Конторовича Будет участвовать в финале Это фантазия Бетховена Редко исполняемая позднее произведение Для фортепиано хора и оркестра Прозвучит ее финал И вот это будет кодой нашего большого концерта Я хочу всех пригласить Вы тоже приходите Я думаю что не разочаруетесь Значит есть еще у меня вопрос Который касается проекта Дети детям Вот об этом что-то Это как раз вот Возрождение Старой русской традиции Детской благотворительности Ребятам очень важно Научиться С первых шагов своей жизни Понимать что они должны Кому-то помогать Особенно талантливым детям Им надо Действительно Видеть результаты Своего Труда И своего искусства Тогда они начинают по-другому играть Я им всегда говорю Это не подарок Это высочайшая ответственность Вот то что вам дано от Бога Вы за это ответите Перед ним и перед людьми Вы несете ответственность Поэтому Это не такое Очень радостное событие То что вам подарили Вы должны Максимум извлечь из этого И поэтому Если вы можете Им изменить Чью-то жизнь Вот этим своим Трудом И своим талантом Вы должны это делать Поэтому я их везу В исправительные колонии И они там своим искусством вдохновляют Сверстников Которые оступились И которые Во многом уже разочаровались В своем Совершенно еще Начальном возрасте Спасибо вам за это И вдруг они мотивируют И видят своих сверстников Не взрослых там Дядя и тетя А своих сверстников Которые творят чудеса на сцене Или это медицинские центры Или вот мы закупали Оборудование для глухих И дети Которые от рождения Ничего не слышали Вдруг услышали музыку И те же самые ребята Которые Мои стипендиаты Которые играли Для того чтобы купить Это оборудование Играли для глухих детей И те впервые услышали музыку Фантастика Понимаете как это важно было И для ребяток Из этого детского дома И для тех ребят И для других И для других Да И для моих стипендиатов Они увидели реально Что музыка может поменять жизнь И должна поменять жизнь И это сила В их руках Спасибо Юрий Александрович Большое спасибо Музыка в ваших руках Делает этот мир прекрасней Спасибо вам большое Юрий Розун в гостях У Страны ФМ Народный артист России С праздником С днем рождения До новых встреч Спасибо Лучшее в стране На телерадиоканале Страна ФМ